9 декабря наша страна отмечает день героев отечества этот праздник имеет вековые традиции и глубокие исторические корни герой это не просто звание или орден человек его удостоившийся является образцом смелости чести и самоотверженности и сокогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей книгу александра ткаченко герои войны 1812 года 200 лет назад в россию вторглась громадная армия французского императора наполеона бонапарта тогда весь русский народ поднялся против непрошенных гостей на защиту родины автор пишет о прославленных и почти неизвестных героях отечественной войны 1812 года воссоздает основные военные события помогая читателю разобраться в главном чем была и до сих пор остается эта война в судьбе нашей страны герои войны 1812 года 12 июня 1812 года в россию вторгся опасный сильный враг громадная армия французского императора наполеона бонапарта за несколько лет до этого талантливый полководец и смелый авантюрист наполеон захватил власть во франции провозгласив себя сначала верховным консулом правителем а затем и императором это был очень честолюбивый человек стремившийся покорить весь мир он был умен храбр и безжалостен готов был бросить тысячи людей в пекло войны ради достижения своих планов во французской армии среди своих солдат наполеон пользовался огромной популярностью военных походах он носил простую одежду укрывался шинелью и умел хорошо говорить перед солдатами обещая им неувидаемую славу победителей к моменту начала войны с россией наполеон захватил уже почти всю европу за исключением находящийся на островах англии правителями покоренных государств бонапарт сделал своих братьев племянников и ближайших соратников все побежденные государства давали солдат для его армии оружие и деньги в результате великая французская армия так называли наполеон свое войско достигла невыданных для того времени размера в ней было миллион двести тысяч человек половину из них он взял с собой в поход на россию нашествие наполеона наполеон был уверен в скорой победе но даже такой огромной армии не хватило бы для того чтобы захватить всю россию сразу ведь наша страна самая большая в мире нужно было определить куда нанести главный удар наполеон сделал выбор сказав своим маршалом если я возьму киев то возьму россию за ноги если я владею петербурга я возьму ее за голову взяв москву я поражу ее в сердце 12 июня 1812 года громадная армия наполеона напала на россию наши войска по численности в два с лишним раза уступали французским и пушек у них было в два раза меньше при таком раскладе сил наполеон рассчитывал уничтожить русскую армию уже осенью действительно кроме превосходства в людях и техники за плечами у него был опыт побед над всеми крупными державами европы одного научил наполеон в россии ему противостояла не только армия весь русский народ поднялся против непрошенных гостей наши солдаты офицеры под напором французских войск отступали вглубь страны но на захваченной земле врагам не было ни минуты покоя простые крестьяне собирались партизанские отряды и безжалостно громили французов при каждом удобном случае партизаны нападали на французские обозы брали в плен отставших наполеоновских солдат отнимали у врагов оружие боеприпасы и продовольствие потери французов от их действий оказались почти такими же как на полях сражений в той войне россия победила но это была не просто победа одной армии над другой все русские люди как один встали тогда на защиту своего отечества крестьяне и дворяне женщины и подростки родовитые офицеры и простые солдаты об этих героях трудный час защитивших родную землю и пойдет наш рассказ отступление русской армии сначала русскую армию возглавил военный министр михаил барклай де толли умный осторожный человек искренне преданной россии он понимал что большое сражение недалеко от границ погубит нашу армию уступавшую наполеону и по численности и по готовности к войне барклай выбрал единственно верное в этих условиях решение медленно отступать вглубь страны изматывая французов оборонительными сражениями и заставляя их оставлять в каждом захваченном городе или деревне часть войска в виде гарнизона гарнизон небольшой военный отряд который охраняет порученную ему территорию но многие солдаты и офицеры были недовольны тем что русская армия отступает они не вполне доверяли шотландцу барклаю и хотели чтобы армию возглавил прославленный полководец друг и ученик суворова михаил иларионович кутузов в конце лета русский царь александр первый идя навстречу по желаниям армии назначил кутузова главнокомандующим его приезд войска был встречен всеобщим ликованием тут же родилась поговорка идет кутузов бить французов кутузов признал что барклай отступал правильно но решил что уже пора готовиться к большому сражению таким сражением стала всем известная бородинская битва она не привела к разгрому наполеона так как после нее русская армия была вынуждена снова отступить и даже оставить москву но во время бородинской битвы наполеону впервые был дан мощный опор что стала основой нашей будущей победы в этой войне пройдет несколько месяцев и жалкие остатки французской армии побегут из россии казачий подарок любая большая победа начинается с побед маленьких вроде бы враг теснит наступает но вдруг получает неожиданный удар от которого потом еще долго не может оправиться такую первую маленькую победу принес нашей армии казачий атаман матвей платов случилось это уже через две недели после начала войны французы так стремительно наступали что уже почти окружили часть нашей армии которую возглавлял генерал петр багратион а окружение весьма опасная вещь на войне сражаться окруженная врагом армии еще может а вот снаряды порах продовольствие ей взять неоткуда да и раненых в тыл не отправить закончится у у армии боеприпасы и тогда останется и только сложить оружие и сдаться в плен чтобы этого не случилось багратион решил отступить а прикрывать отступление своей армии поручил бесстрашным казакам атамана платова вот они-то и нанесли наполеону самое первое поражение в войне 1812 года произошло это возле небольшого белорусского городка с громким названием мир французов было не намного больше но ведь не зря платов свое время сражался вместе с великим александром суворовым который говорил что побеждать нужно не числом а умением атаман придумал военную хитрость он оставил в мире один казачий полк а главные свои силы семь полков с артиллерией укрыл в ближайшем лесу французская конница ничего не подозревая ворвалась в городок собираясь уничтожить казаков одним ударом разгорелся жестокий бой казаки стояли насмерть тогда командир французов послал в подкрепление свежие полки и вот тут то они были внезапно атакованы платовым стыла а потом окружены и полностью перебиты всего за два дня боев под миром казаки платова разгромили девять наполеоновских полков обеспечив отход армии багратиона это был первый крупный успех русских в отечественной войне партизанская радио самым неожиданным врагом для французской армии стали русские крестьяне поначалу их участие войне было не слишком героически они просто уходили из деревни в леса уводили с собой скот уносили запасы сена и зерна но даже такое сопротивление страшно ударило по наполеоновским войскам ведь нельзя запасти заранее не продовольствие на такую огромную армию не фуража для лошади фураж растительный корм зерно сено солома все это французы собирались добывать на захваченных русских землях получилось же по-другому придут в деревню а там от шаром покати только ветер скрипит распахнутыми дверями пустых избах очень скоро продукты у французских войск закончились чтобы не умереть с голоду солдатам пришлось есть своих лошадей но и лошади тоже стали подыхать от бескормицы вот тогда и начали крестьяне потихоньку выходить из лесов но легче от этого французам не стало а совсем даже наоборот они привыкли что покоренные народы не оказывали им особого сопротивления но русские мужики встретили их дубинами и вилами наполеоновских солдат стали бесщадно бить при каждом удобном случае а если видели что враг сильнее то уходили обратно в леса куда французы боялись соваться а уж если среди таких мужиков лесников появлялся настоящий военный тогда завоевателям приходилось и вовсе туго в смоленских лесах под гжатском крестьяне подобрали и выходили раненого гусара федора самуся гусары кавалеристы то есть конное войско как только самусь выстрелил он тут же принялся обучать крестьян военной науки и быстро сформировал из них настоящий боевой отряд с младшими командирами со строгой дисциплины все как настоящий воинской части нападение на французов саму спланировал очень тщательно вскоре его отряд насчитывал уже более двух тысяч бойцов а ударную силу составляла конная группа в 200 человек а еще хитрый и умный самусь придумал систему оповещения жителей местных деревень о приближении неприятеля на колокольных церквей постоянно дежурили наблюдатели как только вдали показывались французы наблюдатель звонил в колокола или вывешивал условный знак например яркое полотнище которое было видно с колокольни в соседней деревне тогда крестьяне собирали свои пожитки и шли в лес а когда французы уходили то уже по другому условному знаку возвращались домой такие маяки и звон колоколов работали не хуже чем радио исправно сообщая бойцам самуся где когда и в каком количестве на лошадях или пешими надо идти в бой в одном из сражений участникам этого отряда удалось захватить даже пушку крестьянский отряд самуся нанес большой ущерб французским войскам в смоленской губернии им было уничтожено около трех тысяч вражеских солдат неприятель на носу чтобы помочь крестьянам бить врага в тылу командование решило сформировать несколько партизанских отрядов из военных да еще из каких военных настоящих героев самым знаменитым из них стал гусарский подполковник денис давыдов сын офицера он рано приобщился к военному делу прекрасно держался в седле но в придачу к этим навыкам денис имел и другие особенности курносый нос и склонность к юмору а еще он был замечательным поэтом с юности давыдов слыл отчаянным острословом до таким что от его шуток не было спасение не товарищем не начальству когда денис повзрослел то был назначен адъютантом адъютант офицер помощник генералу багратиону длинный нос которого он высмеял когда-то в своем стихотворении к счастью для давыдова генерал шутку оценил и впоследствии когда багратиону докладывали что неприятель на носу переспрашивал на чьем носу если на моем то можно еще отобедать а если на денисовом то по коням именно к багратиону и обратился денис давыдов с просьбой позволить ему с небольшим отрядом устраивать налеты на французские тылы и получил под свое командование 50 гусаров и 1280 казаков настоящей грозой для французов стал этот летучий неуловимый отряд курносый подполковник гусар со своими удальцами внезапно налетал на вражеские обозы громил мелкие французские части и молниеносно исчезал как только против него выдвигались серьезные силы противника кстати с носом была у давыдова еще одна забавная история которую он написал в своих воспоминаниях на перестрелке взят был в плен французский подполковник к несчастью этого подполковника природа одарила его носом чрезвычайного размера а случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь но не на вылет стрела остановилась ровно на половине длины своей подполковника сняли с лошади и посадили на землю чтобы освободить его от этого беспокойного украшения много любопытных между коями и несколько башкирцев обступили страдальца но в то время как лекарь взяв пилку готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа так чтобы вынуть ее справа и слева что почти не причинила бы боли один из башкирцев узнал свою стрелу и хватает лекаря за обе руки нет говорит он не не дам резать мою стрелу не обижай это моя стрела я сам ее выну ну как же ты ее вынешь говорили мы ему да бачка возьму за один конец продолжал он и вырву вон стрела цела будет а нос спросили мы а нос что нос то не мой а французский удивленно пожал кричами башкирец конечно по приказу дениса давыдова полковника прооперировали перевязали его замечательный нос и отправили в плен но бедняга и башкиром еще долго смеялись в отряде кавалерист девица обычно на войну идут мужчины а женщины сидят дома и ждут когда они возвратятся с победой но войне 1812 года получилось не так даже женщины бились тогда против французов с оружием в руках и с горячим желанием в сердце поскорее выгнать врага с родной земли самая известная из них надежда андреевна дурова которую историки называют не иначе как кавалерист девица что за странное название как может девица быть кавалеристом а все очень просто в 23 года надежда дурова остригла свои косы переоделась в мужскую одежду тайна покинула дом и вступила в казачий полк назвавшись мужским именем александр васильевич дуров стрелять и скакать верхом она умела так лихо что и бывалые казаки могли позавидовать ее ловкости храбрости у кавалерист девицы тоже было хоть отбавляй никто в полку даже подумать не мог что отчаянный рубака дуров на самом деле женщина когда же истина в конце концов открылась сам русский император разрешил ей продолжить службу и дал ей фамилию по своему имени с тех пор она называлась александром александровым но для того чтобы сохранить свою тайну от других ей приходилось перерывах между боями вести жизнь одинокую и скрытную днем и ночью в любую погоду в седле бесконечные стычки с неприятелем ночевки на голой земле заплесневелые сухари и питье из лужи невозможность обогреться и сменить мокрый мундир обо всем этом дурова потом рассказала в своих знаменитых записках но никто не слышал от нее никаких жалоб и даже когда она была сильно контужена в ногу ядром то все равно осталась в строю на привале в то время как офицеры-сослуживцы бражничали за общим столом и вели свои мужские разговоры она с отчужденным видом ходила где-то в стороне вдали от людей от костра от тепла которое было ей так нужно или сидела одиноко с книгой в своей палатке но зато во время сражений она отважно бросалась вместе с товарищами в самые трудные атаки командир даже выговаривал ей что она ходит в бой со всеми эскадронами полка поочередно а не только со своим как полагается вранили ее и за то что она рискуя жизнью стремится спасать всякого встречного поперечного выводит раненых из боя за героический подвиг по спасению русского офицера она с пикой в руке одна бросилась на нескольких французских кавалеристов и защитила раненого товарища ей был дан почетный воинский орден георгиевский крест бородино и вот наступило долгожданное большое сражение на бородинском поле сошлись в смертельном бою русская и французская армии бесстрашно сражались наши войска смело шли на врага не сгибались под огнем неприятельских пушек но не только солдаты проявляли в этой битве чудеса храбрости русские генералы дрались под бородино наравне с простыми казаками и пехотинцами командующий армии генерал барклай де толли лично водил в атаку кавалерию за один день под ним было убито четыре лошади рядом погибли два его адъютанта и были ранены девять офицеров но сам он вышел из боя невредимым генерал багратион со своими бойцами отбил 8 атак французов во время последнего штурма когда бесстрашный полководец вел своих бойцов в контратаку он был смертельно ранен защитой южных укреплений батареи раевского руководил тяжело больной генерал петр лихачев ему было трудно ходить но он сидел на походном табурете внутри укрепления течение всего боя когда французы прорвали нашу оборону и на батарее началась жестокая рукопашная схватка генерал встал и будущее уже несколько раз раненым со шпагой в руках один пошел на вражеские штыки истекающего кровью героев французы взяли в плен а сам бонапарт приказал вернуть ему шпагу как раз в это время мимо батареи раевского проезжал генерал алексей ермолов виде беспорядочное отступление русских он обнажил саблю и поскакал им навстречу при помощи стоявшего в резерве пехотного батальона ермолов остановил отходивший солдат и не перестраивая их прямо толпой повел в штыковую контратаку французы были сметены с батареи и в панике бросились к лесу подгоняемые штыками солдат которых возглавил отважный генерал не зря бородинскую битву иногда называют битвой генералов во время нее с обеих сторон погибло 16 генералов и таких потерь в высшем командном составе европа той поры не знала уже сто лет впоследствии побежденный наполеон писал из всех моих сражений самое ужасное то которое я дал под москвой французы в нем показали себя достойными одержать победу а русские стяжали право быть непобедимыми красивые слова что и говорить да только проще и лучше сказал о бородинской битве русский генерал ермолов в бородинском сражении французская армия разбилась а русскую армию народная война наполеон проиграл эту войну французская армия зимой с позором бежала из россии по тем же дорогам по которым всего полгода назад она шла на москву уцелевшие французы голодные закутанные в тряпье скитались по деревням и выпрашивали кусок хлеба у тех самых крестьян которых еще совсем недавно они приходили грабить с оружием в руках а теперь жалко заглядывали им в глаза и начинали разговор со слов шерами что по-французски означает любезный друг из-за этого крестьяне так и прозвали наполеоновских горе-вояк шаромыжники хлеба им конечно давали все-таки жалко голодных людей но словом шаромыжник с тех пор на руси называют бесчестных проходимцев которым нельзя доверять а русская армия огнала непрошенных гостей все дальше и дальше до самой границы нашей страны весь русский народ поднялся тогда на защиту родной земли рядом с именами прославленных полководцев в историю этой войны по праву вписаны имена простых солдат и крестьян защищавших свое отечество с оружием в руках потому и называется она отечественная война и Продолжение следует...